Так, 27 июня 2024 год. Совершенно не вижу каких-то в прессе, в соцсетях восторгов по поводу того, что позавчера, 25 июня 2024 года, начались официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Мне кажется, совершенно вы понимаете, что произошло. То есть это говорит о том, что в течение ближайших лет, по меркам историческим, скажем, Украина станет частью Европейского Союза. То есть средняя продолжительность этих переговоров составляет 6 до 10 лет, насколько я помню. Вы понимаете, что все вот эти Майданы, кто выходил на Майданы за евроинтеграцию в 2013-2014 году, даже в 2004 году, потому что все равно это был вектор, хотя там против фальсификации выборов был протест в 2004 году. Я принимал участие в Харькове в этом протестах. Тем не менее, это все равно было понятно, что Янукович это в сторону России, Ющенко, пчеловод, доброго слова, о котором не скажу, это в сторону Европы. Ну, как бы из-за Януковича даже, да, когда он шел на пост президента и стал президентом, он все-таки европейскую интеграцию проповедовал. Это Майдан начался из-за того, что он резко на повороте решил на 180 градусов поменять курс движения. Все, чему посвящены были усилия миллионов украинцев, ну, осуществилось уже практически, потому что начало переговоров уже в любом случае статус Украины относительно Европы, относительно Соединенных Штатов, относительно Западного мира меняется, поменялся. Уже завершенное действие, уже совершенно по-иному к нам будут относиться и в политическом смысле, и в экономическом, и в военном. Я предлагаю вам подумать просто о том, Европа, в которую теперь Украина войдет, так или иначе, через 5, через 10 лет, как вы думаете, она будет с Крымом или без? Она будет с Донбассом или без? Ответьте себе на этот вопрос. Согласится ли Европа оставить этот непотопляемый авианосец в лапах Российской Федерации, в лапах таких невменяемых, совершенно недоговороспособных лидеров, как Владимир Путин или тех, кто будет до него и после него? Или все-таки предпочитать сделать это частью своего Европейского Союза в составе Украины? То есть, как в принципе по всем международным документам подписано, в том числе с Российской Федерацией, да, договор о границе 2003 года, подписанный Путиным. Большой договор, подписанный Путиным. Подумайте над этим. Вообще, Путин, конечно, я не знаю, это просто аллилуйя. Все понятно, столько сотни тысяч погибших украинцев в России, они не считают, оккупанты, это их выбор. Пускай они там миллионами здесь чернозем лягут. Это их выбор. Не мы пришли на вашу землю, россияне, вы пришли к нам и здесь останетесь. Да, так вот, Путин, который в 97-м... Каков в 97-м году? То есть, я имею в виду, до 22-го года предъявлял претензии НАТО, возвращайтесь, уматывайте до... Ну, устами не бензи, да, по-моему. Вы матываетесь, собирайте свои манатки, вы матываетесь до границ 97-го года, НАТОвцы, да? То есть, Польша должна была... Они варшавский договор, наверное, хотели составить новый. И чем это закончилось? За эти два года, третий год войны крупномасштабно идет Финляндия, Швеция вступили в НАТО. Границы НАТО, с которыми граничит Российская Федерация с 1100 там километров, увеличились до 2600 километров. То есть, вдвое с лишним увеличил границу соприкосновения России с НАТО. Сейчас от Финляндии до Ленинграда там скорость подлета. Он за Харьков беспокоился, что с Харькова моего будет близко до этого самого, до Москвы, когда в НАТО. Подумывая о том, что Финляндия сейчас, я не знаю, в 200 километрах, наверное, может свои боеголовки поставить натовские. Ну, в общем, красавец, я не знаю, Украина вступает в Евросоюз и в конечном итоге в НАТО понятно, что вступим так или иначе. При Путине, после Путина, но в любом случае мы там будем. По-моему, это просто выдающиеся результаты антимидоса. Удивленные. Правда, удивлен, что, ну, я имею в виду, что почему не уделяется такое внимание тому, что мы вступаем в Евросоюз. Все вот эти жертвы, которые понесены, которые там погибшие, раненые, там, воевавшие. Это вот сейчас, это результат вашего труда, вот, позавчера реализовался наконец-то. И теперь, и кто дальше будет погибать, мы уже будем знать, что Украина уже в ЕС, понимаете? Что мы уже будем защищены от таких придурковатых соседей. Потому что, как бы там ни было, когда Украина станет частью ЕС, конечно, Россия уже никуда не рыпнется. Или то, что от нее отстанется на тот момент. В общем, я поздравляю искренне всех, кто ждал этого, кто приложил к этому свои усилия, кто отдал, ну, за это свою жизнь тут, как бы, низкий поклон. Да. И будем ждать, будем надеяться на скорую победу в следующем году, я думаю, а то, может, еще и в этом. Посмотрим, как оно получится. Себеда Украина. Да, а, блин, разговаривали, ты каких-то арестовичев был. Ребят, ну, что за фигня? Ну, я вас умоляю, ну, хотя бы не упоминайте. Забудьте, как вы, я не знаю, там, СБУшники, он присягу, в конце концов, давал там. Украинский офицер. Ну, мне кажется, что им должно там СБУ заняться. Он явно вредитель, который просто работает на уничтожение, уничтожение Украины. На деморализацию украинцев. На то, чтобы, блин, дискредитировать Украину в глазах Запада, там, других. По-моему, тут уже надо заниматься не тем, что его просто упоминать, цитировать, а тем, чтобы его СБУ там находило и разбиралось уже с них, вывозило в Украину и как-то под следствие. Ну, мне так кажется. Я не знаю, конечно, этих всех процессуальных. Но, блин, человек совершенно откровенно, ну, Украину вредит Украине. И не только он, там, всякие эти чаплыги, блин, там, я не понимаю, зачем СМИ, которые имеют там большие аудитории, там, в Ютубе, таких людей педалируют, рассказывают, продвигают, выбрасывают, которые рассказывают, что окружат Харьков. А вот 9 мая этот чаплыга рассказывал, что окружат Харьков на суммах за... Зачем людей, которые целенаправленно вгоняют украинцев в уныние, в панику, блин, нафиг, тиражировать, там, сотнями тысячными аудиториями на Ютубе? Вы что, я не пойму, вы работаете, что ли, на Россию? Что вы делаете, смешники там? Это не смешно совершенно. Относитесь ответственно к тому, что вы даете в эфир. Есть у вас какая-то негативная информация? Ну, блин, нафиг, придержите ее. Не надо, блин, нафиг, украинцам и так достается сейчас достаточно. Нафига? Ну, не так и говорить о том, что все пропало, блин, там, как это-то арестующее. Его не слушаю, ну, блин, его... Куда ни классно там арестующее, арестующее, еще прикалываетесь, блин. Забудьте о нем, хай о нем СБУ беспокоятся. Все, буду Украина.